Привет, друзья! С вами Вайми. Я продолжаю что-то делать, проходить с модом на агру, с модом на рандомное оружие, с модом на всё остальное. Ну, с прошлого раза ничего, по сути, не изменилось, кроме того, что я чит-энджином себе добавил все вот эти вот, как они называются, жесты, потому что ибо нефиг. Ну и, собственно, да. Я также заметил, что у меня абсолютно сломан мой кинжал, так что он, видимо, всё-таки ломается, так что я думаю, его стоит починить. Ну, так же, по-моему, у меня не работает чат в Твиче, по крайней мере. Ну, либо он у меня не работает, либо там никто ничего не пишет. А, ну да ладно. О, чат заработал, окей. Видимо, всё-таки никто ничего не писал. Ну, в общем-то, да. Первый час будет вот это вот самое агра и всё тому подобное, и рандомное оружие. Второй час или около того, не знаю, сколько именно по времени, будет ПВП. В прошлый раз я убил Гаргулей. А что мне делать дальше? Наверное, идти в Нижний Бург. Я не уверен, зачем это мне нужно, потому что... Уголь мне не нужен, поскольку оружие уже апгрейдженное, как бы, ко мне приезжает. Но всё равно, я бы предпочёл, наверное, всё-таки пройти Блайт Таун нормальным способом, а не через Долину Дрейков. Есть ли у меня вообще ключ? Я не помню, брав ли я его. Да, есть. Окей. Ну, и, собственно, да. Щит — это не очень хорошее оружие. Серебряное копьё — это тоже не очень хорошее оружие, потому что у меня на него не хватает статов. А щит я в этот раз менять не буду свой, который... Наверное, мне нужно сделать так. Который в левой руке, в общем, я оружие не буду менять, потому что... Мне кажется, это слишком... Слишком... Как-то нехорошо. Упс. Возможно, мне... Стоп. Возможно, мне нужно сделать так. Я не совсем понимаю, как это работает. Нет, я не всё это время болел. Просто сначала я болел, потом Новый год, потом ещё всякая фигня. Ну, или до Нового года ещё всякая фигня. Как-то не до этого было. Так что да. Ну, Квирак, понятно. Но нужно до неё дойти. Хотя, возможно, стоит до неё дойти... Быстрым способом. Возможно. Я не могу его убить щитом Арториаса. Огненным арбалетом я его могу убить, хотя... Хм, надо же, убил его даже с одного. О, он слишком быстро сменился. Он слишком быстро сменился. Лук. У меня нет стрел. Надо было их купить у Андра, пока я там был. О, там Вагранд. Вау. Редкая вещь. Вагранд испавнится, когда кто-то выкинул определённые предметы в своём мире. Или потерял много человечности, по-моему. То есть, умер, когда у него было много человечности. Или что-то типа того. Я не уверен, как именно они испавнятся, но они испавнятся время от времени. Их несколько видов. Если меня сейчас убьют, всё будет очень печально. Потому что он исчезнет. Должен исчезнуть. А стримы будут, ну, как минимум раз в неделю, наверное. В общем, Вагранд это такая веселая штука. Если его убить, я с него получу какой-то предмет. По идее, тот предмет, который его заспавнил. Но я не уверен. Но убить у меня его не удалось. В общем, их бывает четыре, по-моему, вида. Два из них убегают, как ящерицы. Два атакуют, как вот этот вот меня пытался атаковать. Печаль, в общем. Ну да ладно. Вообще, там с Ваграндами какая-то довольно странная система. Типа, если кто-то выкинул определенные предметы. Это не с любыми предметами работает. Или даже с любыми, я не уверен. По-моему, не с любыми. То они через какое-то время появляются как предметы у других игроков. И если никто их не подберет, какое-то время они становятся Ваграндами. По-моему, так. И это всё работает только в конкретных местах. То есть, вот здесь вот часто бывают Вагранды. Ну, то есть, не то, чтобы прямо часто, но это одно из тех мест, где я их видел, где они спавнятся. Другие места, где они спавнятся, я не знаю. Я их, наверное, встречал, ну, раз пять-шесть за то время, сколько играю. И, по-моему, всегда здесь. Хотя, возможно... Чёрт, я всё время забываю, что у меня мод на агро, и поэтому ко мне прибегают всякие баудеры. Чёрт, нехорошо здесь быть. Точно, рапира. Рапира бьёт не так, как всё остальное. Кристальный двуручный меч. Довольно хорошее оружие, кстати. Хотя я и умер. Спавнится там, где лежит кольцо волка? Возможно. Не знаю. В общем, я их видел, по-моему, только здесь. Я знаю, что один может заспавниться на башне, где лучники у Тауруса. Это было бы, наверное, достаточно весело. Ну, хотя он там заспавнится... Если он там заспавнится, то он сделает это, скорее всего, раньше, чем... То есть, не между убийством лучников и... И убийством Тауруса. К сожалению. Так, ладно. Что с него дропнулось? Титанит. Он мне, в принципе, не нужен, потому что оружие уже апгрейдженное мне даётся. Если только броню апгрейдить, но я не фанат апгрейдив брони. Я не хочу его убивать этим щитом, хоть он и магический. Чёрт. Этим топором я его тоже не хочу убивать. На него у меня статов не хватает. Ладно, я думаю, я попытаюсь сейчас пробежать мимо всего. Спуститься в фаерлинг и потом уже думать, что мне делать. Если увагает, по идее, можно уменьшить качество правой кнопкой по стриму и там на среднее поставить или низкое. Должно помогать. Ну, не знаю, насколько это поможет. У меня всё стандартно, так же, как всегда, когда я стримлю. Не мешай мне проходить, Петрус. Я думаю, я всё-таки пойду через короткий маршрут в... В Эйдтаун. И потом я пойду и убью Капру. Ну, то есть, вряд ли сегодня, но когда-нибудь я его потом пойду и убью. Так же стоит... Стоит ли мне его убивать? Хотя, блин, ждать здесь ответа от чата это не очень хорошо, потому что... Чат... Он как бы не часто... Не не часто, он долго обновляется. В смысле, задержка видео. Где-то секунд 20, наверное. Так что я даже не знаю. У меня стоят моды, это по сути один мод, то есть там всё в одном собрано. Ссылка на него будет в описании видео, когда это будет на Ютубе, ну и в прошлом эпизоде тоже есть. Но по сути у меня рандомная смена оружия в правой руке и... Грейвлординг и агра. Три мода. И кроме этого интерфейс, ну это... Это отдельный, это самодельный интерфейс. Так что... Я не знаю. Ну, его достать нигде нельзя, потому что он самодельный. Хм. Я знаю, что меньше проблем будет, если я его убью. Пока что вроде больше... Больше голосов за то, чтобы его убить. Ну, в принципе, да, меньше проблем точно быть. Я не могу его, кстати, спинать с обрыва, потому что у меня 60 фпс, и он при 60 фпс туда не заезжает. Так что мне нужно нормальное оружие, чтобы его убить. Сойдёт. Оу. 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 Нет. Ненависть. Ну ладно. Я смогу его убить. Убить его это не проблема. Наверное, сказывается то, что в прошлый раз я играл в Dark Souls, когда я в прошлый раз стримил, так что... Упс, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Смена оружия почему-то так не вовремя. Это я не могу юзать. Я даже не знаю, зачем я проверял, потому что я в любом случае не могу это юзать. Щит мне не поможет против него, хотя... Да, один раз ударить можно. А, катана какая-то. Лучше. Баудерский щит мне тоже не поможет, хотя 25 урона. Оу. Он меня сейчас попытается отпарировать, но у него это не получится, потому что... Просто потому что у него это не получится. Я не знаю, как выглядит удар Шателла, который пробивает щит. Так что это небольшая проблема. Ну да ладно. Черт. У меня какая-то не апгрейджная пика, по-моему. Или просто из-за того, что статов мало. А, еще одна катана. Все еще лучше? Да. Но это не сложно. Сколько раз я проходил Dark Souls? Я не считал. Много. Много раз. Ну да ладно. Вот Рек убит. К сожалению, поскольку у меня 60 FPS, я не смогу спрыгнуть в Блэйдтаун. Ну то есть, я, наверное, смогу, но это меня убьет, скорее всего. Хотя, кстати, я не проверял, будет ли оно работать, когда 60 FPS включено. Почему бы не проверить сейчас? На самом деле, это плохая идея. Особенно учитывая, что я давно не играл и не помню, где именно нужно спрыгивать. Так, ну лифт стоит отправить вверх. Ну, не то чтобы не надоело. Просто так проходить надоело. Поэтому прохожу с модами и прочей фигней. Так что да. О, Санктус. Лечение. Я не знаю, зачем оно мне. Ну да ладно. Вообще, здесь не должно быть проблем, если я... Хотя... Хм... Будут ли здесь проблемы? С этими парнями точно не должно быть проблем. Их легко пробежать, даже если они сагрены. Дальше могут быть проблемы внизу. Даже, скорее всего, будут. Разница между 30 и 60 FPS. Ну, кроме того, что прыжки менее дальнобойные, как бы. Да, вот я не долетел. Если бы у меня было 30 FPS, я бы приземлился на ту выступающую балку. И это сняло бы с меня где-то, наверное, половину жизни или около того. Так что да. Ну, кроме этого, просто 60 FPS. Это вар за больше кадров в секунду. Выглядит лучше. Могу заюзать броню получше, да. Ну, то есть как? Ну, вроде... Вроде я могу надеть шлем. Да. В принципе, разницы никакой. То есть на таком этапе броня, она вообще ничего, по сути, не дает. То есть, ну, будут мне там... Даже меня не будут с большего количества ударов убивать, скорее всего. Хм... А нет ли у меня... Черт. Нет ли у меня Грасс Красс Чилда? Нет, конечно же, я туда не ходил. Он бы очень не помешал. Ну, да ладно. Ну, то есть он всегда очень не помешает. Это лучший щит в игре и все тому подобное. Почему он должен обязательно загораживать мой основной маршрут? Оу, снайпер. Этот парень отсюда уже уполз, к сожалению или к счастью. Не знаю, я вижу разницу между 30 и 60 фпс. Я вижу разницу между 40 и 60 фпс. Но... То есть это в игре нужно смотреть, если на видео или там на стриме. Ну, на стриме можно включить 60 фпс, но он у меня все равно в 30, потому что иначе у меня начинаются проблемы. А на ютубе... А на ютубе там 30 только максимум в любом случае. Я не буду убивать Мелдрад. Просто потому что у меня лень становится человеком. Так что я сразу пойду убивать Пюак. Я надеюсь, у меня будет какое-нибудь неогненное хорошее оружие к тому времени, потому что огонь ее не дамажит. То есть огненное оружие ее будет, конечно, дамажить, потому что там пополам огонь и физический урон. Но все равно. В этом болоте, естественно, можно переключать оружие между двуручным и одноручным хватом постоянно. И из-за этого стамина тратится медленнее. Но, по-моему, быстрее просто перекатываться через него. Ну да ладно. Ну, фпс это еще от игры зависит. То есть... Хм... Не знаю, какой пример лучше привести. Ну, в некоторых играх это вообще без разницы. А в некоторых очень сильно заметно. Хорошо. Хорошо. Вот здесь. Ну ок. Стримы по Risk of Rain ну сегодня не будет и в ближайшее время не будет. В основном не потому, что я не хочу их делать, а потому что у меня записано уже, наверное, серий 4, по-моему, после того, что уже выложено. Так что это будут спойлеры и прочая фигня. Не знаю. Когда-нибудь, может быть, будут. Ну да ладно. О! Хотя, блин, он огненный. И хотя, блин, я сейчас умру. Хотя огненный арбалет, по идее, не должен вообще никак влиять на урон, потому что ну как бы я все еще не уверен, как это работает, но по идее огненный и прочие элементальные эффекты на оружии, на арбалетах конкретно работают только, ну, на арбалетах и луках работают только со стрелами соответствующего типа. То есть если у меня огненный или, допустим, электрический арбалет, он будет наносить электрический урон только если юзать электрические стрелы. Ну, болты. А с обычными болтами он будет наносить только физическую часть урона. По крайней мере, такая информация и есть, и это выглядело очень похоже, когда я это тестил. Но точно потестить там не получится. У меня костет, в котором я не могу попасть. Окей. Нет лава. Нет. Почему она взрывается? Мне казалось, что она взрывается только если ей нанести какой-то урон или застанет, или что-то типа того. Я ее сейчас не бил. И она все равно взрывалась. Странно. Кирка. Неплохой вариант, только я не успею ее ни разу ударить. Хотя нет, успею ее один раз. Лошник полный, который мне не хватает статов. Щит, которым я ничего не сделаю. Потому что это щит. Еще один щит, которым я ничего не сделаю, потому что это тоже щит. Да блин, сколько, сколько можно? О. Паудер. Не хватает статов на... Это, это хаус блейд, что ли, что мне статов не хватает? А, яйти, наверное, точно. У меня декса 20-ти же нет. Меч Гвина, который не наносит огненный урон. Почему-то. Меч Меудрот. Хотя это топор, это не меч. И кирка. Упс. О, нет, я выезжу. Готово. Ура. Ура. Победа. В принципе, правильнее было бы не отдыхать около костра в Блайт-тауне. Тогда я мог бы сейчас прозвонить в колокол и сразу же использовать кости и оказаться обратно в фаерлинке. И это было бы удобнее. Ну да ладно. Хаус плюс 5 лучше, чем огонь плюс 10 или сколько там. Потому что больше урона получается. Точнее, ну, при 10-ти человечности больше урона или больше огненного урона или что-то типа того. КОНЕЦ 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 Ну окей, раз уж я отдохнул в Блайт-тауне, то лучше, наверное, и здесь отдохнуть, чтобы потом варпать можно было. Так что да. Оу. Лол, я идиот. Надо было ответить ему да. Ну, придется его убить. Хотя, не хотят. Ладно, пофиг. Можно перезайти в игру, но мне сейчас лень. То есть выйти в меню и зайти обратно. Он снова спросит. Почему у меня опять выпадает риск? Я что, опять кинжал сломался? Да, черт. Ну, пусть будет, я не знаю, какое-нибудь там копье. Ладно. А как я думаю, будет ли Dark Souls 2 лучше первой части? Хрен его знает. Я в бету не играл и ничего... Ну, я знаю некоторые вещи, конечно. Но я не знаю, будет ли оно лучше. Я думаю, мне нужно больше дексы. Где-то вот так. Так, ну и выбираться отсюда я буду здесь, потому что, с другой стороны, выбраться нельзя. Эти парни тоже, кстати, иммунны к огню, но у меня, видимо, плюс 10 или типа-то... Черт. Ладно. Плюс 10 или типа-то огненная алибарда была, так что там физического урона хватает. Вообще, что касается второй части Dark Souls, по тем видео, которые я видел в второй части Dark Souls и по тем видео, которые я видел в Demon's Souls, в которые я не играл, мне кажется, оно больше похоже на Demon's Souls, чем на Dark Souls 1. По gameplay именно. Ну, по боевке конкретно. Ну, не знаю. Ни в то, ни в другое я не играл. Ну, что ты тут делаешь, снайпер? Умираешь? Видимо, да. Я не хочу доставать душу хранительницы. Хотя это не сложно, потому что там... Ну, агры, конечно, но они и так все сагрены, а... Грейвелорды там не спавнятся. Так что, да. ФПС бешеный? Что, где? Я не понял, что про бешеный ФПС, но пофиг. Мне надо бы накупить стрелы и болтов, потому что, когда у меня появляются в руках луки и арбалеты, я немножко менее эффективен, чем с другим оружием. Ну, болты у меня, конечно, есть. Да, хорошо, что я не побежал туда сразу. Я думаю, теперь стоит пойти и попытаться убить Капру и гейпинга, наверное. Не знаю. Так, нет, лифт обратно отправлять не стоит. У меня нет... Стоп, или у меня есть душа-хранительница огня? По-моему, у меня была одна. Нет, я ее уже заюзал, видимо. Хотя, я ее не подобрал? Хм, интересно. Ну, ладно. Идти подбирать мне не хочется. Не имею в виду ту, которая в Хариша. Перед горгулями. Достать чашу. Я не хочу идти в Сен. Потому что это надолго и страшно, и вообще. Я просто не хочу. Упс. Все было так хорошо. Если бы он не ударил в этот момент, то я бы просто мимо всего пробежал идеально. Ну, да ладно. Я ненавижу вот эту вот их атаку, когда они прыгают так. От нее сложно увернуться. Ее легко заблочить, но я не блочил. Ну, мне сейчас нужно добежать до костра. Это моя первая цель. Оу. Стамина. Мне нужно больше выносливости. Окей. Как проще будет туда добраться? Наверное, через верх. Меня немножко сожжет Дрейк. Но пофиг. Хотя, может быть, я не уверен, можно ли пробежать так, чтобы он не поджег. Я могу попытаться. Стоп, он вообще не здесь. Ой, он здесь. Понятно. Он не здесь, но здесь. Окей, Дрейк, ты будешь сжечь? Будет. Хреново. Хотя... Нет, он сюда не достает этой атакой. Окей, все хорошо. Ура. Я подобрал ключ? Да. Окей. Теперь нужно открыть дверь. Которая здесь. Ну, это не проблема там. Между мной и этой дверью нет никаких врагов. Так что это не проблема. И потом уже, в принципе, проблем... Ну, будут, наверное, в Нижнем Бурге. Но не факт. Сейчас у меня будут проблемы, потому что за мной бежит целая толпа из Верхнего Бурга. Которая на меня сагрена. Мне бы не помешало сходить за Кольцом Волка. По-моему, я это даже хотел сделать в прошлый раз, но... Но это было... Несколько недель назад, так что я об этом забыл. Зачем я сюда пошел? Окей, дайте мне вылечиться. Дайте мне вылечиться я. Окей. Сойдет. Сойдет. Ну, хотя бы я сейчас могу убить всю эту толпу. Здесь. И она за мной не будет бежать. И дальше с собачками будет проще разобраться. Арбалет мне в этом не поможет. Лук тоже. Дубина поможет внезапно. Я не ожидал от нее такого урона, но, видимо, она хорошо проапгрейжна. Костяк мне тоже поможет. Забегать за огонь слева собаки умрут сами. Хм, я не пробовал. Я знаю, что они могут там умереть от огня. Но я не знаю, где именно нужно стоять и что вообще делать. Сюда? Хм. Ну, как-то они не очень хотят сами умирать. Ну, одна. Одна пытается. Да, умерла. Окей. Интересно, я этого не знал. А воры умрут сами от этого? Нет, воры не... Хотя нет, я его задамаживаю огнем все равно. Лол. Ну, ладно. Хватит кидать меня железками. Сходи ближе. Мне нужен пояс. Мне нужно сходить за кольцом вылока все-таки. За сам огонь заходить. Хм. Туда можно вообще зайти и не умереть? Да, можно. Ну, окей. Нет, видимо, все-таки нельзя. Ну, ладно. Это, в принципе, не так уж и важно. Собаки, они не очень страшные. Этих двоих можно убить сквозь двери. Только нужно правильное оружие и правильные атаки. Кинжал — это неправильное оружие для этого. Вот это вот должно быть более эффективно. Но все равно почему-то оно не очень эффективно. Ну, ладно. Атака в прыжке работает. С вручником просто, по идее, должно работать. Хотя... Тоже как-то не очень. Окей. Такие вот атаки всегда работают, которые выпады. Этого парня сквозь дверь можно убить только будучи фантомом. Потому что на фантомов они не выскакивают вроде бы. Хотя... Хм. Я не уверен. По-моему, нет. Ну, или можно с этой стороны, конечно, спрыгнуть. Но это немножко сложнее. И, по-моему, он все равно выходит до того, как... Как подойти к двери. Да, блин. Сраные собаки. Ура, у меня есть трезубец Чаннеллера. Вау. Щит, конечно, до этого был не идеален. Этот парень застрял в потолке, потому что 60-х ПС. Это один из багов таких. Но он застревает только когда он выходит из двери в первый раз. То есть, если я умру и вернусь сюда, то он не будет застревать в потолке. Ну, в стене, как бы, но... Вы поняли. С модом на агру Капра значительно легче, чем без мода на агру. Потому что собаки. Ну, да ладно. Что лучше, болдерский меч или лучше катана? Катана лучше. Болдерского меча очень так себе урон. Он хорош своими... Р-2, который тыкает далеко. Но по урону катана в любом случае. Любая катана лучше. Доспехи нет, нельзя так же свапать. Можно свапать еще и оружие в левой руке так же. То есть, доспехи, может быть, в теории можно, но... Я такого мода не знаю. Тот, который у меня не позволяет это делать. Черт, вашинг-пол. Нет, не убивай меня, Капра. Окей, арбалет. Окей, смерть. Нет, еще не смерть. У меня около одного хп. Я не могу юзать этот меч. Ну, собственно, логично. Это драконий меч самый здоровый. Оу. Я оказался ближе, чем я думал. Капра немножко сложный, потому что нужно правильно таймить свои атаки. Если у меня в этот момент какое-нибудь неудачное оружие, то все плохо. Упс. Я в нем слегка застрял. Это нехорошо. Упс. Окей. Он меня так слабо задамажил, потому что я захилился. Ну, сейчас я не захилился. Ну, окей. Хм. Ладно, я могу попытаться мимо всего пробежать. По-моему, в прошлый раз, когда я пытался это сделать, все получалось не очень хорошо. Я только что ударил собаку мечом с анимацией ударщитом. Это было достаточно интересно. Выглядело, как будто я плашмя как бы мечом ударил. Нет, пробегать, по-моему, все-таки не самая лучшая идея. Упс, нет, лук. Почему ты? У меня в руках. Ну, здесь стоять, в принципе, тоже норм собаке. Иногда себя убивают. Вау. Такой-то урон целых 33. Ох, хрена. Меня огонь убил или кинжал, или что? Ладно, надо чуть-чуть медленнее проходить и все убивать все-таки. Ну, то есть, пробежать первый вот этот вот зал, как бы, как это сказать, первую секцию можно, конечно, но дальше будут проблемы. А, блин, я думал, это мой брейкер. А это оказался парирующий кинжал. Что, конечно, примерно так же эффективно, но мувсет не тот стэнлок. Такой стэнлок. Почему два лука подряд? Я не согласен. Я бы еще понял, если бы был один арбалет, скажем. И эту хрень я не могу юзать. Я ее не очень даже хочу юзать. Эта хрень немножко получше. Немножко. Вот это похуже. Ладно. Стоп, там еще кто-то есть. Да. Упс. Смена оружия в неподходящий момент. Бэкстаб с щитом без дамага. Ну, собственно, это логично, потому что с щитами бэкстабить нельзя, вроде как. Какого хрена я держал щит поднятым? Я не знаю. Я держал щит поднятым, но меня задамажила собака. Я виню во всем эту собаку. Черт. Не сработало. По-моему, я этим порчу себе оружие. Ну, да ладно. Какая-то незаточенная рапира. Что-нибудь кроме Dark Souls сегодня не будет, скорее всего. Ну, то есть, не скорее всего, а точно. Будет ПВП дальше. Так, ну, я надеюсь, они не поймут, как за мной пойти. Я зря на это надеюсь, но все равно. Ладно. Огонь. Сарая собака. Окей. С этими бомжами немножко сложнее. Хотя, можно заставить. Ну, можно их просто копьем убить. Учитывая, что у меня так удачно заспавнилось копье. Которым можно бить, не опуская щита. Цвай, в принципе, я могу, конечно, юзать. У меня нет поезда, чтобы его юзать. Чтобы юзать свой, надо поезд. Ну, против таких врагов, по крайней мере. Вау. Почему так мало урона? Окей. Это, видимо, игнорирует парирование, потому что я слишком далеко или что-то типа того. Потому что у него была анимация парирования. Но я его все равно убил. Упс. Ну, альбард примерно так же работает. Да. Мне срочно нужен поезд. Мне надо шлем хотя бы надеть. Потому что тогда я хотя бы от кинжалов, по-моему, не буду. Встану ходить. В глубокий. Упс. Нет. Щит. Зачем ты щит? Хм. Все еще у Чикатана. Почему не было я это? Один раз было, но... Это один раз. А, вот, кстати. Вол. И ножик. Упс. Стамина. К счастью, он решил парировать, а не ударить еще раз. К сожалению, я не успел его ударить тем ножиком. Ветер уже сломалось. Почему бы и нет? Вол. Рукоятка сменилась на сломанный меч. Теперь она сменится на длинный меч обычный? Нет. Жаль. Окей. Окей. Допустим, так. Я не знаю, что такое с этим ломающимся оружием. Ну да ладно. Привет, Капра. Упс. Упс. Как-то я не в ту сторону перекатываюсь. Это мне немножко мешает. Как-то я не вовремя перекатываюсь. Это мне тоже немножко мешает. По-моему, я могу забылачить эту атаку. Так что я вообще зря перекатываюсь. Ну да ладно. Достал немножко. Но это я точно могу забылачить. Одиночная. Нет. Я могу? Нет, я не могу его юзать. Я бы предпочел использовать что-то, что я могу держать одной рукой. У меня такой же мачете, как и у тебя, Капра. Страдай, зная это. Хотя уже нет. Вол. Готов. Вернуться или не вернуться? Наверное, все-таки вернуться. Упс. Не успел открыть. Не успел открыть меню. Ну, неважно. И мне нужно... Выносливость. Оу. Нет. Эта кофеварка мне не нужна. Волгарский меч получше. Возможно, мне стоило в прошлый раз пойти и открыть шорткат через фаерлинг. Рапиры очень хорошо против собак работают. И копья, потому что можно бить из блока. А у собак не так много жизни, чтобы они не умирали от этого. Окей. Оу. Оу, нет, 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 нет. Лук внезапен. Ну, кнут тоже внезапен. Только более приятен. По сравнению с луком. Окей. Черт. Слабая дубина. Щит еще слабее. Окей. Я надеялся, что это я и ты пытался ударить Р2. Не получилось. Окей. И окей. Мне не хватает силы, чтобы его использовать, но урон все равно проходит. Где ПВП? ПВП будет в нарисованном мире. О, я могу использовать вашинг пол двумя руками. Это мне не сильно поможет. Оу. Это не вашинг пол. Это схемитар. Он мне тоже не сильно поможет. Лук мне вообще не поможет. И то, что у меня где-то около одного хитпоинта, мне тоже как бы не очень сильно поможет. Эээ. Как он выбрался и какого хрена он здесь делает? Собака. Умри в огне, пожалуйста. Окей, спасибо. По-моему, он сейчас умрет. Это нехорошо. Оу. Я случайно... А, у меня... Нет, у меня не кончился. Я случайно переключился на человечность. Окей. Кирку добыть с... Этих, как они называются? В Блайттауне с варваров, которые с камнями со здоровыми падают. Почему я с ним не могу поговорить? Потому что я его еще не открыл? Ладно. Не важно. Хватит ли мне, кстати... Да, хватит. Теперь у меня не будут станеть метательные кинжалы. Должны, по крайней мере. И это хорошо. Эм, по-моему, Блайтщилд наносил столько же урона, сколько и этот щит заточен, и во что он там заточен. В Дивайн. По-моему. Оу. Нет, у меня все равно станет кинжалы. Я бы хотел какие-нибудь визуальные отличия между Йейто и Учикатаной. А, собственно, да. Он уже отсюда ушел. Я туплю. Я туплю. По-моему, вот этот вот парень — это единственный способ получить короткий лук с дропа. Потому что вроде бы никакие другие враги в игре его не дропают. Ну да ладно. Хм, наверное, стоит дойти до Firelink и отдохнуть там. Оу. Оу. О, сойдет. Нормальное оружие для такого... для такой ситуации. Смогу ли я отдохнуть или мне нужно будет сначала всех добить? Скорее всего, добить. Да. Жаль. Ну ладно. Рапира хорошо подходит для их добивания, хотя она почему-то очень слабая. Непрокаченная вообще, что ли? Какого... Хоть черта я его не дамажу. Вот. Окей. И мне не хватает ничего. В принципе, я думаю, я попытаюсь добежать до костра в Блайт Тауне. Именно добежать, игнорируя все. Ну, не игнорируя совсем, но... Хотя, не знаю. Не уверен, насколько там можно все игнорировать, не помню. И после этого будет ПВП. Наверное. Упс. Окей. А, кастеты в двух руках не дамажат, точно. Точно. Потому что их нельзя взять в две руки. Так же, как щиты не дамажат бэкстабами. И подозреваю, этот кнут не будет дамажить бэкстабом и прочим. Лук только с него, потому что остальные лучники дропают длинные луки. Ну, собственно, лучники остальные, это только в... Как оно называется? В архивах. В верхнем бурге арбалетчики. Ну и можно купить, естественно, этот лук. Касаясь души Пресцила, она себя не дамажит. Она на себя накидывает Блид. И она на противника его накидывает значительно больше. Это самый... Один из самых высоких, ну... Самых сильных источников Блида. ПВП будет в нарисованном мире. Чё-то его как-то слабо дамажит огненный хостет. Мне коса Пресцила не нравится, потому что она просто короче, чем обычная коса. Это, наверное, единственная причина, по которой она мне совсем не нравится. То есть у него муфсет такой же, но дальность значительно хуже. Это неудачное оружие. Это тоже неудачное оружие. Всё ещё неудачное оружие. Что дальше? Ещё какой-нибудь щит? Нет, короткий меч. Но это, по крайней мере, немножко лучше. Упс. Окей. Я ткнул их дубиной. Да, собственно, я могу использовать этот меч двумя руками. Собака. Я тебя убью, как только у меня будет какое-нибудь оружие, которым я могу тебя убить. Нет. Я не могу его юзать даже двумя руками. Нет. У меня нет стрел. Да, я тоже хочу выпад дубиной. Сойдёт. Я бы предпочёл убить собаку. Собака убита. По-моему, сзади меня кто-то подкрадывается. Оу. Ладно. Я сваливаю. Не хотят. У. Да, точно, я вспомнил. Здесь крысы. Это весело. Я не уверен, что я смогу её убить. В том плане, что у меня может переключиться в неправильный момент оружие, и я её ударю каким-нибудь там обывом меча. Я также не помню, как её правильно убивать. По-моему, нужно прыгнуть. Прыжком с разбегу. И потом ударить. Да. И это ни хрена не низкого урона. Окей. Ладно, я сваливаю. И в сторону костра. Так. Ты умри. И всё, по сути. Ну окей. Цель достигнута. Цель достигнута. Так что с модами пока что всё. Я думаю, перерыв минут пять. Или чуть меньше, не знаю. И потом будет пвп. Но пока что... Да. Чёрт. С модами всё. Ладно. Окей. Перерыв. Три-четыре минуты где-то так. Всё. И еще раз. Продолжение следует...